Опасная пилюля. Россия вышла на первое место по производству фальшивых лекарств. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Правда, наши чиновники расходятся во мнениях. Кто-то утверждает, что липовых препаратов у нас практически нет, а кто-то говорит, что чуть ли не каждая третья таблетка в аптеках поддельная. О том, что попадает на прилавки, мы поговорим с нашим корреспондентом Кристиной Трушиной и заместителем руководителя регионального управления Росздравнадзора Людмилой Обедковой. Кристина, первый вопрос к тебе. Ты общалась с врачами. Скажи, какие лекарства чаще всего подделывают? Ну, конечно же, это в первую очередь те, которые больше покупают. Ведь понятно, что в огромном потоке сложнее распознать какую-нибудь поддельную партию. Но пальму первенства все-таки держат антидепрессанты и гормональные средства. Причем скажу, что в лучшем случае в упаковке может лежать так называемая пустышка, например, толченый мел, от которого в принципе вреда не будет. Но может также быть и другое сильнодействующее вещество. Например, вот в прошлом году был случай, когда специалисты изъяли поддельный препарат для онкобольных. Даже так бывает. Людмила Васильевна, вопрос тогда к вам. Понятно, что распознать подделку самим нелегко. Но все-таки есть признаки, которые укажут на фальшивку. Если это глазные капли, вы увидели осадок. Если это таблетка, которая распадается. Или в случае, если препарат достаточно длительное время принимался пациентом, и он знает его свойства. И здесь при приобретении препарата видно изменение цвета, вкуса, запаха. То в этом случае можно обратиться в территориальный орган Росздравнадзора. Кристина, вот не секрет, что раньше врачи выписывали определенные препараты и получали, соответственно, за это процент. Это так? Да, действительно, такое раньше было. Сейчас подобные вещи запрещены законом. Ну, по крайней мере, на бумаге запрещены. Врачи сейчас обязаны указывать в рецепте действующее вещество, а не торговое название, а не марку препарата. Пациент уже сам может выбрать, купить ли ему, например, отечественное лекарство или импортный, более дорогой аналог. Людмила Васильевна, если можно, объясните на примере. В качестве примера могу привести, допустим, есть международное непатентованное наименование метамизол натрия. Ему соответствует наш отечественный препарат анальгин, всем известный, и препарат бралгин. Если выписан метамизол натрия, то, в принципе, можно в аптеке по этому рецепту приобрести либо анальгин, либо бралгин. Кристина, многие жалуются, что в аптеках цены уже выросли на 20%. Чего ждать дальше? Действительно, цены сейчас, как и на остальные товары, на лекарства выросли тоже. Причем касается это не только зарубежных лекарств, но и российских, потому что многие отечественные просто-напросто изготавливаются из импортного сырья. И, кстати, рост, скорее всего, продолжится. И добавлю, что государством цены регулируются лишь на жизненно необходимые препараты. А что касается всех остальных, то здесь ограничений по стоимости просто нет. Печально. Спасибо. У нас в студии была корреспондент Кристина Трушина и заместитель руководителя регионального управления Росздравнадзора Людмила Объедкова. Мы говорили о том, что сегодня лежит на прилавках российских аптек. Росздравнадзора Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова